Битва за Масул в Ираке подходит к концу. Правительственные войска захватили ключевые позиции и продолжают наступление. Тем временем в городе разразился настоящий гуманитарный кризис. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Битва за Масул, похоже, подходит к концу. Иракские войска при поддержке американской авиации захватили центр города. Комплекс правительственных зданий, ключевая точка в обороне боевиков ИГИЛ, пал после многодневного упорного сражения, в котором обе стороны понесли тяжелые потери. Масул был превращен террористами в настоящую крепость. Военным буквально с боем пришлось брать каждый дом. Наблюдатели отмечают, среди боевиков ИГИЛ практически нет пленных, потому что террористы предпочитают подрывать себя, но не сдаваться. Лишь превосходство армии в тяжелом оружии, бронетехнике и тотальное господство в воздухе, авиации и коалиции позволяет продвигаться вперед. Мирные жители сразу покидают освобожденные районы. Там невозможно находиться, а многие боятся возвращения террористов. Что они с нами только не вытворяли, вы вообразить не сможете. А что именно? Они морили нас голодом, они лишили нас еды. Не было ничего. Школ, больниц, элементарных человеческих прав. Из-за непрерывных боев сложно почитать точное число беженцев. Количество погибших мирных жителей и вовсе не поддается учету. К началу осады там находилось около миллиона гражданских. За время своего правления террористы устроили настоящий террор. Казнили всех подряд, без разбора. А во время операции город подвергался непрерывным налетам авиации, ударам артиллерии. Масштаб разрушений просто колоссальный. Впирация продолжается. Боевики по-прежнему оказывают ожесточенное сопротивление. Но судьба их последнего оплота на территории Ирака решена. Теперь вопрос, кто и как будет восстанавливать город. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.